Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв, и вы смотрите мой YouTube-канал. И вы видите, что у меня на канале новый гость. Юрий Рашкин. Юрий, приветствую! Приветствую вас, Евгений. Большое спасибо за приглашение. Слава Украине! Героям слава! Юрий, а я вас сейчас представлю, а если я ошибусь, вы меня потом поправите, не обижайтесь, если я в каких-то деталях буду неточен. Смотрите, дорогие зрители, Юрий Рашкин, этот человек, если угодно, там новый персонаж на просторах Facebook, YouTube и разных прочих других социальных сетей. Юрий Рашкин примечателен тем, что вот он заявил о себе как о новом популярном ютубере, прежде всего в Америке, где он живет и работает. В штате Висконсин Юрий является депутатом окружного собрания, скажем так, одного из графств. А в штате Висконсин всего 72 графства. И вот там господин Рашкин, человек родом из бывшего Советского Союза в начале 80-х, я так понимаю, переехавший в США вместе с родителями, вот там он начинает свою политическую карьеру и также выступает в роли блогера на канале, который называется... Как называется ваш канал? Рашкин Репорт. Рашкин Репорт. Каналы со словом Репорт, они вообще в Америке чрезвычайно популярны. Вот, вы абсолютно правы, Евгений. Я думал, это будет канал на английском языке про Россию. Ну вот, что выросло, то выросло пока. Но в любом случае, я заметил, что и в русскоязычном секторе соцсетей, Ютубу в том числе, ваши персоны заинтересовались. Я тороплюсь быть одним из первых, кто приглашает вас на канал. Тем более, что, раз уж вы интересуетесь политикой, сами пытаетесь политикой заниматься, самое время с вами поговорить, что же там происходит в американской политике. Вот буквально сейчас. Только что все были потрясены тем, что оказывается на недавних дебатах, первых дебатах кандидатов от республиканской партии, самым популярным из всех оказался бизнесмен со сложной фамилией Виросвами, который зажигал отчаянным образом и говорил всякие разные, с точки зрения традиционного консерватора, неполиткорректные вещи. А между тем, Трамп в этих дебатах не участвовал, у него другие заботы, ему нужно было сделать макшот, то есть вот такой фасы в профиль, тюремные фото, в штате Флорида, в Атланте, в округе Фултон, по-моему, тюрьма находится, куда ему пришлось за этим направиться. И вообще разные всякие версии выдвигаются по поводу того, а вообще дойдет он до республиканского съезда, не дойдет, есть ли какие-то рычаги у его противников для того, чтобы юридически, корректно дисквалифицировать его, снять с дистанции. В общем, масса вопросов. Юрий, так расскажите, во-первых, почему вдруг Америка так возлюбила вот этого самого бизнесмена индийского происхождения? Рами его зовут, да? Вивик Рамасвами, да. Вивик Рамасвами. Да, знаете, мне это на самом деле вдохновляет, потому что так много людей говорят, что консерваторы, те, кто поддерживают Трампа, они расисты, и поэтому они никогда не смогут поддержать, так сказать, темнокожего, коричневого кандидата. Но мне кажется, что тут вот эти мысли, которые он выражает, они глубже как бы этого, так сказать, даже расовой ненависти в каком-то смысле. Просто он заигрывает с публикой, он дает публике Трампа то, что они хотят, но он не Трамп. Он молодой, он вроде бы успешный, с Трампом не до конца понятно, насколько деньги его или Путина. Этот вроде к Путину не имеет никакого отношения. Трамп там у него было ощущение, как бы все как бы позолоченное. Тут вроде бы все нормальные, деньги есть, и зубы шикарные, и просто он улыбается. Я, одно из тех занятий, которые я провожу в свое время, я преподаю ораторское искусство в университете Висконсина, где я проживаю, и я, так сказать, я смотрю на Виви Карамасвами и думаю, молодец, молодец. Вот так, знаете, и вот показывает все четко, и правду матку рубит, и показывает, и все вот заштудировал, и списки выдает просто вот, вот сделай вот так, вот так, вот так. Но это все невероятно простые, упрощенные решения, которые, ну и есть популизм. Потому что, когда начинаешь разбираться с его подходом к Украине, к России, понимаешь, что это, ну это вред собачий. Как сказала Ники Хейли, у тебя нет никакого опыта внешней политики, это заметно. У него, как бы, деньги его заработаны не на внешней политике. Но он показывает, что он, как бы, следующий готовый Трамп. Если Трамп, ну, у него что-то там произойдет, и он окажется неспособен, то Виви Карамасвами вполне. Плюс даже Трамп его поддерживает, потому что это считается, как бы, что таким образом Трамп еще издевается над Десантисом. Потому что он, как бы, помогает Карамасвами, потому что Десантис должен был быть единственной альтернативой Трампу. А тут, смотрите, какой-то незаметный бизнесмен. Кого-то он вам напоминает, появляется здесь. А где Рон Десантис? Рон Десантис, он вел себя интересно, знаете, потому что он себя вел, с моей точки зрения, ну, как-то паршиво, на троечку. Он выходил, что-то вот так махал, вот так головой качал, и потом опять вот так остановился. Я закончил. Это выглядело запрограммированно, это выглядело как-то странно. Но потом, когда по вопросам публики, публика, это же не я, публика, это республиканцы, избиратели в праймарис. И они сказали, знаете, нам Десантис очень понравился. Мы считаем, что он выражает, как бы, наши ценности очень неплохо. Потому что мне кажется, что от Десантис ожидали так мало, что это было просто, когда он вышел и, так сказать, ушел с сухими штанами, люди, которые в него, как бы, хотят верить, он им, так сказать, дал надежду. Потому что у республиканской партии есть Трамп. И есть, кроме, можно так сказать, вокруг этого солнца, они все сейчас вращаются. И они должны либо быть такие, как Трамп, либо они должны быть противоположные Трампу. И противоположные Трампу есть разные варианты. Потому что можно крыть его, как делает Крис Кристи, который из каждого вопроса делает обвинение в Трампу в течение... Крис Кристи, это у нас бывший губернатор штата... Нью-Джерси. Нью-Джерси, вы абсолютно правы, да. И он такой, значит, его сразу Трамп решил пришить, сказал, что он толстый. На что Крис Кристи сказал, ну что это, мне эти шуки рассказывают много лет. Так сказать, ну что, так сказать, новый материал. И Крис Кристи, вот такой у него, как бы, такая ниша для тех, кто все-таки республиканцы, но ненавидит Трампа. Их очень мало. Оказалось, что есть ниши для тех, которые считают, что можно, как бы, так сказать, с Трампа обвинять, но по другому образу. Не потому, что он, так сказать, ну он законы нарушает, ведет себя как преступник, а за то, что он, как сказала Никки Хейли, которая произвела на всех очень хорошее впечатление, бывший губернатор Южной Каролины, который он, вы что сказали, знаете, он добавил 8 триллионов долларов к национальному долгу. И все как бы так опешили, потому что, как бы, ну это с одной стороны и правда, но с другой стороны так скучно, потому что это не какой-то там, я не знаю, попытка госпереворота или что-то, а вот то, что он плохой менеджер. Ну как бы, мы как-то забыли о том, что он плохой менеджер, потому что мы всеми его преступлениями занимаемся. Ах, да! А потом она сказала, вы знаете, по поводу вот абортов, потому что тут сразу оживляется бывший вице-президент Майка Пенс, которого свои собственные хотели повесить, значит, про аборты, она говорит, знаете, это нереалистично пытаться провести национальный запрет на аборты, потому что нужно 60 сенаторов на это, а у нас 60 голосов на это нет. Так что мы об этом разговариваем? И как-то так все, да, реалистично, реалистично. Так что она не сказала, что она против абортов, за аборты против, она сказала, давайте будем реалистами. И вот этот здравомыслящий республиканец теперь, их 7% республиканской партии, у нее самая большая поддержка выросла, от 2 до 7%. Послушайте, ну вы же демократ, я так понимаю. Признаюсь. Хорошо, значит, чистосердечное признание облегчит вашу участь, если к власти придут республикации. Но... Да, потому что они вначале будут бить по своим, всегда все бьют вначале по своим, а когда своих уже так... тогда занимаются чужими. Юрий, ну вот объясните мне, пожалуйста, вы как человек погруженный в политику, причем, так сказать, вот на grassroots level, как говорится, там, на земле. Что случилось с республиканской партией и с ее сторонниками? Ведь все-таки кандидатами от республиканской партии президентами и действующими президентами были совсем другого типа люди, да? Там был генерал Эйзенхауэр, был Никсон, в конце концов, какой бы он ни был, Крукет, Трикки-Дикки, как его называли, но он все-таки не был вот таким вот отчаянным, безответственным трепачем и популистом. В конце концов, там был Рейган, там был Буш старший, был Буш младший, были достойные люди, которые баллотировались в президенты, но президентами не стали. Давайте вспомним Джона Маккейна, например, который... Я очень жалею о том, что случился сентябрь 2008 года, который, на мой взгляд, помешал Маккейну победить в борьбе за Белый дом. Глядишь, очень многие вещи пошли бы другим путем. И вдруг... Вы имеете в виду экономический кризис? Ну да. Я имею в виду... Понимаете, это было дело рук администрации и предыдущей администрации, там и демократы, и республиканцы виноваты, потому что сняли наручники из финансового сектора, который стал продавать... Я имею в виду, в конце концов, что это случилось, когда в Белом доме была республиканская администрация, и это подкосило Маккейна, который поначалу, при всей растущей популярности, первого кандидата в... Афроамериканца, первого в истории кандидата на пост президента, ну, все-таки поначалу он проигрывал тогда вот. В самом начале президентской гонки у Маккейна были реальные шансы стать президентом США. А потом все, после сентября 2008-го все было решено. Вы думаете, это было не после того, как он пригласил Сару Пейлен стать своим вице-президентом? Да вы слушайте, я не думаю, что выбор вице-президента на самом деле уж такой важный. Вы помните, кто был кандидатом в вице-президенты у проигравших когда-то там 8, 10, 12 лет назад? Запомнили только... Иногда нет, но Маккейн это важно, потому что Маккейн это такая знаковая фигура, которой люди пытаются... В русском языке люди очень хотят... Рейган был каким-то великим, или Маккейн был каким-то великим. Ну, были люди, которые занимались политикой, они все были неидеальны, у них были хорошие идеи, у них были проблемы. Тут просто нет как-то смысла как-то их героизировать. Но, ну, как бы да, вы понимаете, Решубликанская партия, там произошла большая проблема, начиная, конечно, можно сказать, революцией Гингриджа, потому что пришел Решубликанский конгрессмен к власти как спикер Палаты представителей Ньют Гингридж в начале 90-х, как результат Решубликанской революции, кажется, в 94-м году. И после этого нам все равно, что они предлагают, они из другой партии, мы с ними не разговариваем, они враги. И вот это вот все вот такое... Потому что, да, даже Трихи Дик и Эйзенхауэр, все они уважали систему и партию, пытались работать вместе. И когда Никсону сказали, что он, так сказать, он потеряет голосование в Сенате по поводу импичмента, то он вместо того, чтобы просмотреть, и как это неприлично было бы, все это для него и для страны, он ушел. У Трампа этого стыда, у него просто этого нету, поэтому этого не мешает. Такого человека у нас еще никогда не было. Люди проголосовали за Трампа, потому что это Марка, потому что части голосующих Маккейна просто остались дома. Они не смогли проголосовать, но большинство сказали, знаете, Трамп республиканец, а республиканцы это лучше, чем демократы, потому что, чтобы наши ребята не были, они хуже, чем... Но другие ребята, они хуже и опаснее. Поэтому у нас политика очень часто строится на просто там доказать, что другая сторона ужасная, и поэтому нужно проголосовать за республиканца. Но он привел своих избирателей, людей, которые раньше не голосовали, которые просто считали, что нет того человека, в которого они считали, что система их забыла. Система их забыла, видимо, по хорошей причине. Они не вписались в сегодняшнюю Америку, они оказались не готовы к тому, что происходит. И вместо тихо того, чтобы, скажем, требовать универсальный базовый доход, чтобы они могли тихо сидеть, там смотреть футбол, выпивать, стрелять из пистолета, и жизнь как бы продолжалась, их это наше белое большинство, которое стало смотреть на себя, как, возможно, даже меньшинство в собственной стране, посмотрело на Трампа, который обещал откатить вещи обратно. А после Обамы люди как бы устали. Они устали, что нам все время это рассказывают, о том, что мы, как бы, так сказать, нужно с этими людьми, которых нам так тяжело переварить, что они на равных. А тут выяснилось, что они даже не на равных, они могут быть даже выше, а мы можем их белые оказаться ниже. Но это просто кошмар. То есть у нас идет большой раздел по расовому признаку в Соединенных Штатах. Я думаю, это четко слышно из того, что я обсуждаю. Но я думаю, что россияне должны это понять в том смысле, что в России очень любят разделять людей по национальному признаку. И вот эти все динамики от того, кто, знаете, как в Советском Союзе был первым секретарем, вторым секретарем, кто должен быть отправлен на национальность. У нас в этом смысле мы смотрим на расу и смотрим, мы равноправильно, так сказать, мы представлены или нет. Нас, как государство, как общество, это заботит. Избиратели Трампа это заботят с точки зрения того, что они боятся, что они окажутся в меньшинстве. И да, расизм играет большую роль в поддержке Трампа. Но я думаю, что в конце концов их просто недостаточно. Новых избирателей Трамп не может себе пригласить. Он их отпугивает. А те, кто были, могут прийти, могут не прийти. Много умерло во время ковида, потому что он им как бы проповедовал, что не нужно вакцинироваться, и мы самые смелые, без маски. Поэтому он потерял еще много избирателей таким образом. Но просто все, до чего дотрагивается, Трамп умирает. А сейчас он дотронулся до республиканской партии, которая умирает. У нас на глазах. Это была партия людей, у которых было, знаете, как Рейган любит говорить, что бы он собой не представлял, это не Трамп. Все, что, так сказать, до Трампа, это была какая-то партия, в которой даже Буш оказался не самым худшим президентом, молодой Буш в истории Америки, потому что появился Трамп. И теперь все историки согласны, что, ну, да, Трамп победил. А кто был лучшим президентом в истории Америки, на ваш взгляд? Ну, знаете, я думаю, что все-таки я благодарен, конечно, я благодарен Рейгану за то, что моя семья смогла попасть в Соединенные Штаты в момент... Кстати, мы приехали в 88-м году, так что, как бы, уже конец, и мы об этом только слышали. С тех пор я видел нескольких президентов, так сказать, не обязательно лично, но просто я жил под ними, и я слышал о всех наших остальных президентах и этот длинный разговор, и у каждого были свои важные качества, и в какой-то момент они оказались на правильном или неправильном месте. Я не знаю, но мне, знаете, в момент своей власти мне нравился Клинтон, а потом, после того, что произошло, и после истории, как изменилось, и как его политика сказалась, выяснилось, что, возможно, это было... он не заслуживал той похвалы, но я продолжаю подозревать, что если бы на его месте были республиканцы, то мне трудно представить, насколько хуже была бы ситуация на данный момент в смысле государственных защит, в смысле прав женщин, в смысле равенств. Я думаю, что часть того, что мы получили совсем мету, которое разнеслось по всей планете, это потому, что в Америке выбрали Трампа, и люди, которые верили в равноправие, потеряли чемпиона, который был у власти, который мог их поддержать через закон и порядок, и начались просто общественные кампании, чтобы выразить... Ну, потому что Трамп же выиграл с меньшинством голосов. У него было большинство в электоральном колледже, колледже избирателей, но у него все равно было меньшинство. То есть половина страны осталась без представителей, без президента, потому что Трамп всегда говорил, я работаю только на своих. Если вы не за меня, то меня вы вообще не интересуете. Это, так сказать, кошмар. Поэтому в каком-то смысле, если нет Трампа, если его избиратели уйдут и скажут, знаете, политика это не для нас, эти политики нас не понимают. Ну и слава богу. Но я боюсь, что Трамп открыл дверь, потому что Трамп теперь показал, что можно вот так. Значит, так можно, оказывается. И теперь есть Виви Крамасвами, есть другие кандидаты, которые будут дуть в ту же дудку и напоминать. Просто мне печально, потому что республиканская партия должна, например, поддерживать Украину. Это партия, которая ценит мачо. А что сейчас Украина, как не мачо? Кто трус Путин? Кто мачо украинцы? Но при этом их настолько сейчас республиканцев наших прозомбировали, что даже эта партия, с которой я всегда мог найти общий язык по поводу их противостояния Советскому Союзу, коммунизму, социалистической угрозе, империализму. Все это мы с республиканцами были просто понимать. А тут вдруг выяснилось, что при Трампе это уже не ценность. Что... Вот к вопросу о том, что вы говорите, я хотел как раз задать вам один вопрос. Почему существует вот такой феномен безоглядный, яростный, до драки, до желания там глаз подбить оппоненту? Вот феномен поддержки Трампа среди иммигрантов из бывшего Советского Союза, из России. Ведь люди бежали, что называется, от совка, бежали, если угодно, от религиозной и расовой дискриминации, если говорить о еврейской части вот этой вот русской Америки. И вдруг полюбили человека, который в некотором смысле является вот таким большевиком. Очень-очень-очень советским в чем-то человеком. Знаете, мне мой отец спокойно сказал, что он не пошел за республиканцами, потому что он сразу в них узнал коммунистов. Я тут как-то думаю о буддизме на самом деле, потому что в буддизме есть и концепция колеса. И как бы задача каждого из нас перепрыгнуть как бы на следующей ступени, оказаться на следующей ступени этого колеса. Но если мы на самом деле понимаем, что происходит, то мы должны выйти из этого колеса. И то, что произошло с русскими, русскоязычными, которые оказались в Америке, это люди, которые решили оказаться на следующей ступеньки в этом социальном лифте. И теперь они белые. Мы теперь не евреи. Мы теперь не русские даже. Мы теперь белые американцы. И мы как бы, конечно, у нас есть своя история, мы себя понимаем, но мы даже не понимаем, что на нас смотрят по-другому. подумайте. Я пришел, у нас тут был местный фестиваль, я как волонтерил, как политик пришел, и у меня была шапка красная, которую я купил, с дочкой ходил на аттракцион, и там была шапка, мне понравилось, я ее купил, я в ней ходил, и мне супруга говорит, ты что, Трампа теперь поддерживаешь? Я говорю, чего? Она говорит, ну красная шапка. Я говорю, ах ты черт, ну я уже в ней иначе хожу. И с какой любовью и пониманием на меня смотрели белые мужики в этот раз? Я такого никогда не чувствовал. Они так, наш человек. Так что эти люди есть, они везде, они к нам относятся по-другому, мы не понимаем, как можно видеть мир, кроме как нашими глазами. Поэтому эти русскоязычные, они оказываются, теперь они могут гнобить кого-то другого, они могут говорить, эти ужасные черные, эти латиноамериканцы, нелегалы. Как будто вообще эти русские, которые здесь оказались, они все с универсальными документами, все у них правильно, у них нет никаких проблем со статусом ни у кого. Нет, они должны бросать камни в нелегальную иммиграцию. Но это просто позор. Когда иммигранты говорят что-то против иммиграции, мне просто стыдно. Потому что, ну как, нас сюда пустили, а мы теперь пытаемся что, дверь закрыть? Я уже здесь, всем спасибо, дверь закрывается. Поехали. Это ужас, но это, знаете, мне кажется, что люди не уехали от дискриминации. Они уехали от дискриминации из себя. Они вполне за то, чтобы дискриминировать кого-то другого где-то в другом месте, где им разрешат это делать. Они просто не хотят, чтобы их дискриминировали. И это тоже вполне человеческое желание. Так же, как пуритане, которые приехали в Соединенные, так сказать, колонизаторы наши, пуританс, которые, они же не то, чтобы ехали за свободой. Они ехали за свободой, чтобы они могли своим делом заниматься. И чтобы их оставили в покое. И тогда они могут контролировать здесь, вокруг можно ведьм сжигать, так сказать. Это история стара, как человечество. Но вот сейчас мы смотрим этот вариант. Просто интересно наблюдать, что дети и внуки этих русскоязычных эмигрантов очень часто, как-то им трудно общаться с родителями на темы политические, потому что такой совок у людей. И жалко, что вот эти пожилые люди не видят того, что на них смотрят и говорят, а, жалко, вырос человек в другом обществе как-то. А мы говорим, нет, наша русская культура, она нас правильно подготовила. Это, вот это и можно наблюдать, такое, как бы это все разыгрывается, но в конце концов, как мне сказал Виталий Портников, это демографическая проблема, которая решается просто со временем. Печально то, что есть люди, которые молодые, которые продолжают поддерживать такую же точку зрения галтелую. Но тут я виню образование. Крах, в принципе, российского образования, который не развил гуманные ценности в людях. Это печально, это то, как важно, то особенно важность американского образования, когда говорят, а, американцы, что там учат? Там учат гуманитарным ценностям, все остальное будут делать компьютеры. Поэтому, когда мы видим, что республиканцы борются у нас с образованием, они тоже хорошо понимают, что образованные люди, которые имеют критическое мышление, которые задают вопросы, это не для них, это не к ним. Поэтому, что подчеркивает, что ваты есть везде. Ну, все-таки, вот ваш прогноз, если вы можете решиться на такой прогноз, как примерно, вот по какому сценарию будет развиваться предвыборная гонка? Окажутся ли какие-нибудь политики из числа сторонников демократической партии, которые решат бросить вызов Джо Байдену, или все-таки политкорректно не будут мешать однопартийцы своему президенту переизбраться на новый срок? С одной стороны, и что будет в стане республиканцев? Потому что, смотрите, я просто хочу процитировать, извините, вот я сейчас отвлекаюсь от камеры, смотрю в своей заметке, вот появилась тема 14-й поправки к Конституции, которую стали озвучивать некоторые влиятельные консервативные юристы, которые пишут, что вот есть такая поправка, принятая еще в стародавние времена, после гражданской войны 19-го века, севера с югом, и эта поправка запрещает лицам участвовавшим в мятеже или оказывающим помощь и поддержку тем, кто участвовал в мятеже, занимать государственные должности? Эта поправка была принята в связи с тем, что вот южные штаты после гражданской войны стали делегировать в Конгресс людей, которые были видными конфедерациями или поддерживали мятеж юга против севера. Могут ли, допустим, в реальной жизни попробовать эту поправку применить и дисквалифицировать, снять Трампа с дистанции? Вы знаете, интересно, потому что уже применяют, уже пытаются применить, уже есть случаи, когда подал адвокат в суд, чтобы применилось, потому что адвокаты через суд работают, это абсолютно правильно, я тут не спорю, но мне кажется, это каким-то таким пожарным выходом, который страна еще не готова к этому. Мы все-таки, все, что мы видим с делами Трампа, это все в конце свалит на нас избирателей. Если мы проголосуем в конце концов, чтобы Трамп был президентом, то он выберется из любой, потому что не было такого прецедента, никто еще, опять же, стыда у него нет, а эта система очень большой, держится на стыде, это просто неприличные определенные вещи делать. Поэтому, если мы, нам, так сказать, как избиратели его решим избрать или не избрать, на этом все решится. Все остальное это украшение, но очень важное украшение, украшение, которое подчеркивает, насколько у нас есть правосудие, насколько оно пытается функционировать, насколько нам его нужно поддерживать, понимаете, это все равно важно. Он говорит, почему Трамп еще не сидит? Как же, так сказать, хэштег место Трампа за решеткой? Но вот то, что мы наблюдаем, это и есть правосудие в действии. Знаете, как иногда говорят, любят, не любят. Любовь это глагол, правосудие это глагол. И вот сейчас оно происходит медленно в разных штатах по-разному. Мы наблюдаем, мы все учимся тому, как это происходит. Но что интересно по выбору в Соединенных Штатах? Насколько у нас в бой идут одни старики? И что интересно, что не только в Соединенных Штатах, в России тоже, но по разным причинам. Потому что в Соединенных Штатах мы наблюдаем, ну, начнем с России, наверное, там проще, потому что там один дед, который избирается, и там не хотят, чтобы кто-то выглядел моложе его, и поэтому теперь его окружат стариками, чтобы он выглядел, я не знаю, молодцом и хоккеистом. Осталось их всех, значит, вместо выборов просто на хоккейное поле выпустить и разбираться, что получится. Я уверен, Путин забьет много-много голов. Американский вариант оказался таким. Трамп подмял под себя республиканскую партию и не выпускает, потому что понимают, что если его выдерут оттуда, он окажется в тюремной камере, и самое худшее место, как бы, как бы сказано, самый невезучий человек в Соединенных Штатах, это тот, кто будет сокамерником Трампа, потому что он никогда не заткнется, он будет, это все будет продолжаться. Но нам нужно с этим разбираться, и Байден решил, что у него самый хороший шанс его побить Трампа в прошлых выборах, он оказался прав, и на следующих выборах, что он, скорее всего, окажется прав тоже, потому что обычно, когда происходит такой ребэтл, то повторяется результат, поэтому вот так редко происходит, потому что, ну, это безвыгодно, ну, люди как бы в демократиях, так это не работает, проиграл, ты лузер, спасибо, до свидания. А уж с Трампом и так понятно, у него сколько было банкротств, и казино потерянных, с ним все понятно, так что по разным причинам, но вот сейчас старики, но это не означает, что у республиканцев нет молодых политиков, как мы уже с вами обсуждали, которые готовы, молодые волки, занять место этого пожилого шархана, и есть с демократической стороны масса желающих, мой любимый всегда это Пит Буриджедж, сейчас он министр транспорта, до этого он был шикарным кандидатом в президенты и начинал он с того, что был мэром небольшого города у нас здесь недалеко, рядом в Индиане, вот, а поскольку я живу вообще в Висконсине, это один из пурпурных штатов, и у нас здесь будут кандидаты, к нам будут приезжать, это будет, так сказать, цирк к нам будет приезжать, это весело. Ну так, как вы думаете, вот тот же Бутиджедж, он попытается бросить перчатку Трампу, или все-таки, как я сказал, другие однопартийцы политкорректно отойдут в сторону и скажут, ну, Джо, ладно, давай попробуем еще раз. Я не уверен, какое правильное слово здесь можно использовать для того, чтобы описать то, что они не будут избираться, но может это просто здравый смысл, потому что нужно быть в каком-то смысле идиотом, чтобы избираться против сидящего президента, когда ты губернатор, и ты демократ, у вас команда, и ты так будешь переть против своего как бы по команде, мы по команде друг друга должны поддерживать, а не сражаться друг с другом. Это было, кажется, была пословица про поправку Конституции Рональда Рейгана, что республиканцы не критикуют друг друга. Еще как критикуют. Так что, когда у нас свой президент, мы делаем все, чтобы его переизбрать, поэтому в каком-то смысле мы предречены на то, что сейчас у нас будет Байден, после этого, скорее всего, будет Камала Харрис, но не обязательно, но шансы хороши, если она каким-то образом изберется, то мы будем смотреть еще четыре гола. Это просто в этом смысле система относительно предсказуема, но люди, которые избирают, они представляют администрации, поэтому, когда приходит демократ, он набирает людей из предыдущих демократических администраций, когда приходит республиканец, он набирает людей из предыдущих республиканской администрации, поэтому в каком-то смысле есть даже продолжительность власти, но с регулярным перерывом. И это то, кстати, что критикует генерал Ходжес, который я с ним говорил несколько раз, и он говорит, что тут вина на помощь Украине, что несмотря на то, что новый президент, но люди в его администрации те же, что были до этого раньше. Да, так что в этом смысле система не идеальна, но у нее одни и те же резервы, люди из предыдущей администрации. Ну что ж, Юрий, я благодарю вас за ваши комментарии. Всегда рад. Я думаю, что по мере того, как предвыборная кампания в Соединенных Штатах будет набирать обороты, мы, я думаю, на этом канале сделаем постоянный день, а может быть и даже и два дня, когда будем регулярно в одно и то же время обсуждать развитие предвыборной борьбы в Америке, и Юрий нам в этом поможет и будет время от времени появляться в качестве комментатора последних событий. Успешив вам, Юрий. Теперь я жду вас в гости на своем канале. Ради бога, приглашайте, приглашайте, договоримся отдельно. Наши люди поговорят с вашими людьми. Интервью, после того, как мы его опубликуем здесь, вы тоже можете у себя на канале выложить. Благодарю. Всего всем хорошего. Юрий Рашкин, американский политик и видеоблогер, был с нами сегодня на связи. И до скорой встречи на этом канале. Редактор субтитров А.Семкин